Прошли еще немало таких вот пустых помещений, здесь уже ничего нет. Помещения такого же типа, такого же формата. Также здесь у нас весь пол выложен был из клетки. Опять же, находим банок из-под неопределенной химии, как в стекле, так и в пластике. Такой угнетающий пейзаж. И еще одно помещение. Опять же, наблюдаем пластиковые трубы. Вот такой битый временный салофан вместе с пластиковыми трубами. У меня даже подкрадывается такое вот ощущение, что по этим трубам гоняли какой-то пар горячий. Но это только ощущение. Здесь, друзья, вот в этой части чувствуется полос пустая. Затопленная такая вот канализация. Опять же, с входящей изоляцией труб. Не бог знает, что здесь было. Утепление, щиток, все те же пластиковые трубы. Все те же пластиковые трубы. Ладно. Времени маловато. Будем двигаться дальше. Еще одно новое помещение. С более глобальными трубами. Трубы здесь покрыты гипсом, какой-то обмоткой. Ну и полу разложившиеся, конечно, вместе с пластиком. Переместились еще в одно помещение. Обнаружил я здесь вот такой неустойчивый пол. В середине у нас был какой-то маленький подвальчик. Конечно, очевидно, здесь, в этом подвальчике, что-то имелось. Пол обвален. Резиновая труба, друзья. Подо мной сплошное подтопленное помещение. Полностью залито водой. Друзья, везде раскиданы химикаты. Вот такой вот химикат. Химикат неизвестного происхождения. Вот такое у нас помещение. Довольно-таки огромное. И, очевидно, здесь был пожар. Очевидно, Карелла не по-детски. Все подтекает. Да, друзья, химикаты здесь везде. Это такие желтенькие вкрапинки в грунте. Очевидно, друзья, что мы имеем дело с каким-то свето проводящим порошком. Сейчас покажу вам поближе. Попробую. Видите, да? Сразу спектр бегает по нему. Довольно интересная вещь. Оно переливается еще как радуга. Я не знаю, видно ли это. Да-да, радугу видно такую. То есть оно очень отражает свет, но как-то под определенным углом. Ну, это какой-то определенный химикат. То есть оно светит в одно место. Не дверь, а светит в одно место. Вот, ребят, смотрите, отсюда оно отражается. А уже под таким углом оно не отражает. То есть имеет еще градус отражения света. Да, кстати. Вот, друзья. Еще одни рассыпанные какие-то реактивы. Так же самое фонят. Подмещаемся дальше. Вот, как воздух. Очень нехороший. Друзья, интересная штука. Вот такой вот купол огромный. Не известно, что этот шар из себя представлял и что он держал. Ну, довольно-таки загадочно. Ну, вот он, исполнитель желаний. Думаю, все-таки не зря здесь проходили пластиковые трубы. Все увенчано плиткой. Думаю, стерильно здесь сохраняли. Там, друзья, новое помещение поражает одна здесь вещь. В центре у нас вот такая вот страшная штука непонятного производства, состоящая из пластиковых труб, которые сходятся к центру. Очевидно, это была центрифуга, которая разгоняли какие-то реактивы для получения, опять же, какой-то массы. Но это только предположения, друзья. Только мои суговоричные предположения. Обшита она, опять же, материалом. И под материалом наблюдается такое вот очертание пластикового каркаса. Здесь он более содран. Материал обычный брезент. Хотя могу ошибаться. Нет, не брезент, так как подгорает. То есть материал синтетический. Что ты говоришь? Да? Ну, довольно-таки интересная штука. Друзья, в этом помещении у нас вот такие вот ванночки. Ванночки. Хочу заметить, вот стенки ванночек у нас были очень-очень красиво обделаны плиткой. Причем, что интересно, ванночки спаренные. Данная ванночка спаренная у нас подтоплена. И здесь, кстати, вода очень старая, густая. Ну, не знаю, на камеру, конечно, не передашь. Очевидно, очень долго она уже здесь. Вся поверхность внутренняя обделана плиткой. А в другой ванночке поверхность обделана огнеупорным кирпичом со смолой или битумом. Тоже затоплено. В каждой из ванночек подведены пластиковые трубы. Я так думаю, друзья, это был этап производства. Вот первая ванночка, вот вторая, вот третья. А может быть, какие-то очистительные отстойники. Как бы там ни было, объект довольно интересный. Ну что же, давайте поднимемся наверх, глянем, что там наверху. Довольно хлипкое здание. Попробую канализационные трубы. Но все же посмотрим. Здесь, друзья, целый клондайк макулатуры и документации. Опять же, вместе со строительным мусором. Давай мы попробуем достать хоть что-то. Хоть что-то. Печатано еще все на печатной машинке и чертежи. Чернилами. Сигнализация, общий вид, монтажная схема. Вот, понятно. Это отличная документация самого завода, а не детали его производства. Вот мы видим конденсатор. Вот здесь очень много радиодеталей. Канцелярия. 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 Канцельрия. Это отличная трансляция.